шалон дорогие зрители очень приятно что вы тратите свое время с пользой очень приятно видеть таких людей которые тратят свое время именно с пользой что такое время вообще время на верите зман зман это от слова азмана азмана это означает приглашение приглашение к действию приглашение к приближению к творцу каждая секунда это неповторимое сочетание букв а наша жизнь это все проявление букв творца которые идут сверху и перемещаясь создают слова создать понятия создают вещи и зман время это приглашение к приближению к творцу и каждая секунда она неповторима и мы можем ее использовать для того чтобы приближаться к творцу поэтому очень классно что здесь собрались те люди которые правильно используют свое время используют свое время с пользой давайте сделаем небольшое повторение того что было в прошлый раз напишите как видно как слышно пока вы пишете давайте одновременно вспомним что было в прошлый раз в первой части я рассказывал о том что всевышний хочет нам давать все что нам по-настоящему нужно самым лучшим путем без страданий легко классно с радостью с кайфом но почему же он не дает если представить нас как стакан или графин то всевышний постоянно туда нам наливает самое лучшее вино почему она до нас не доходит это более правильный вопрос оказывается всевышний нам постоянно дает не доходит это до нас потому что мы сами закрываемся каким образом мы закрываемся мы закрываемся нашими негативными убеждениями отлично видно и слышно супер максим спасибо алена спасибо всем привет всем шалом нас 27 человек в онлайне отлично 28 число приближает все время увеличивается отлично и так значит мы прошли прошлый раз то что всевышний нам хочет дать постоянно самые лучшие вещи но как бы не может потому что он ограничен тем ограничен нашими убеждениями наши убеждения сами закрывают нас от него и тогда он нам не может дать то изобилие которое должно нам прийти и может нам прийти как же открыть врата изобилие об этом наш урок об этом мы начнем говорить для того чтобы это понять нам нужно для начала для начала давайте поймем как же работает это на уровне психологии просто по простому как это у нас работает есть такая система в организме в нашем мозгу которая отвечает за важные и неважные вещи то есть которая определяет что нам важно что нам не важно например мать спит ночью и рядом с ней спит маленький ребенок все хорошо под низом с грохотом проходят машины проходит поезд здесь дом просыпается мама продолжает спать и вдруг ребенок тихонечко тихонечко издает иск какой-то небольшой начинать тихонечко плакать и мама вскакивает что это такое это ее система который четко прописано что важно что не важно когда нужно проснуться когда не нужно проснуться я помню когда еще учился в решиве мой сосед по комнате был а в военно-морском флоте и я помню там 5 утра звонит у него будильник звонит всех будет я он он не встает ему это вообще нипочем проходит две минутки и вдруг какой-то маленький маленький такой звоночек и пири 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 тихонечко совсем тихенький звонок это звонок его соса это звонок его второго телефона что его вызывают сейчас на помощь военно-морском флоте срочно нужно прийти мгновенно встает как ты слышал вообще этот звонок я вообще вот с трудом слышу это система которая отвечает за то что для нас важно это что для нас не важно если водитель едет по трассе и он голодный что он увидит он увидит закусочные рестораны кафе если у него не хватает бензина что он будет видеть на трассе он будет видеть бензоколонки то есть каждый человек у него есть система в мозгу который отвечает за то что он видит и что он не замечает все наше подсознание я помню слышал это из хаком петусевича воспринимает 2 миллиона объектов в секунду 2 миллиона частности в секунду и наше сознание воспринимает тем только то есть все эти 2 миллиона частностей они проходят через фильтр и доходят до нашего сознания как 7 каких-то самых важных единиц и во сне тоже происходит такая вещь я не знаю во сне сколько мы воспринимаем но в результате во сне к нам приходят тоже определенное ограниченное количество информации только из тех источников которые для нас важны и только те вещи которые нам важны человек который считает что он не может быть богатым ему не положено он может считать что в торе написано что нельзя быть богатым в этом и скоро поговорим с божьей помощью если останется время он может считать что ему не полагается быть богатым и например человек считает я не могу зарабатывать больше чем 1000 долларов в месяц если человек так считает то вся его система, фильтровая система мозга, она отсеивает все варианты, когда он может быть более богатым. И наоборот, человек, который считает, мне полагается, он на самом деле это чувствует, это настоящее убеждение, то спрашиваю, что так шумит. У нас идет дождь, у нас идет дождь, я надеюсь, я надеюсь, что несмотря на это все-таки слышно меня, если надо, напишите, я могу говорить погромче. У нас идет дождь по крыше и это очень слышно на самом деле. Это Израиль. Значит, и человек, который хочет и считает, что он может зарабатывать больше, чем 1000 долларов в месяц, и точно так же, кстати, в любой другой области, вы делаете просто, как говорится, копипейст на другую любую область. Человек, который считает, что он может зарабатывать больше, чем 1000 долларов в месяц, спокойно, его вся система мозга, вся фильтровальная его система, она будет направлена на то, чтобы найти варианты, как же ему можно зарабатывать больше, чем 1000 долларов и так далее. То есть, те люди, чем больше человек богат, и когда я сейчас говорю о богатстве, это не имеется в виду, только материальное богатство, это имеется в виду, и духовное богатство, человек находит духовные вещи, духовные ценности, духовные богатства. это и то, что человек хочет изучать много Торы и считает, что да, доступен мне этот ресурс, я могу, могу изучать много Торы. Такой человек в соответствии с его убеждением он и получает то, о чем он убежден. 64 человека в эфире, спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто тратит время с пользой. И теперь мы поговорим, насколько останется у нас время, о том, о том, какие убеждения вообще могут быть у людей, основанные даже на Торе, на неправильном понимании Торы, что человек может считать не полагается богатству, и вообще богатство это плохо. Святана Морозская пишет, что в Ашкелоне потоп. Да, слышал я, что в Ашкелоне потоп Всевышний поможет, что все было хорошо там, в Израиле, во всем мире, чтобы было хорошо нашим братьям. и на чем мы остановились, на том, какие вещи влияют на наше богатство. Итак, например, человек может говорить себе, прочитав Перкеа вод, написано в 6 главе Перкеа вод, «таков путь постижения Торы, хлеб солью ешь, и даже воду пей в миру, и спи на голой земле, и пусть жизнь твоя будет нелегкой, но трудись над изучением Торы». Человек может сказать, «О, смотри, написано, нужно быть бедным!» Так, пишет на это Сергей Сиро Моуков, «Мне много не надо, но хорошо, здесь хочу, две противоположности. Как перенастроить мозг на то, что мне полагается?» С Божьей помощью поговорим об этом. Значит, человек может читать, «Ну как, надо быть, надо быть бедным!» Но, это неправильное понимание, написано, что слова Торы в одном месте, они бедные, то есть там написано «чуть-чуть», а в другом месте они богатые, там есть дополнение, поэтому по-настоящему, чтобы понимать Тору, надо знать «втю Тору!» Поэтому, если что-то вы прошли, это очень ценный совет, сейчас дают совет, миллион долларов для Балей Чува, для начинающих. Дорогие зрители, дорогие друзья, если вы что-то прошли, прочитали, и вам кажется, это что-то очень крайнее, и есть два варианта, или вам кажется, «да, это мое, все крайнее, я сейчас буду бедным, буду спать на земле, буду только воду пить и хлеб есть». Подождите, подадите кровину и спросите, спросите его, а так ли это на самом деле, что означает вот та вещь, которую я сейчас прочитал, и он вам скажет, что есть еще другое выражение, которое говорит противоположную вещь, а истинно она посередине, и истинно, чтобы знать, нужно знать те выражения, которые находятся в Торе, поэтому нужно спрашивать раввина, знающего раввина, который вам объяснит, что к чему, что такое «да, Тора», что на самом деле Всевышний хочет от нас, что он говорит нам в своей Торе по-настоящему. Так, Саид Макаев пишет, многие миллиардеры живут в рамках минимума. Посмотрите, как жил Ингвар Кампрат, хозяин Никея, или Уоррен Баффет, или Стив Джобс при своих доходах скромно жили. Конечно, даже я вам скажу, что, вот я помню про Сократа. Сократ это был? Нет, это был Эпикур, Эпикур, который изначально, насколько я помню, он был богат, если он не был богат, он был очень влиятелен. И он искал самое большое удовольствие в жизни. От него пошло слово Эпикуреец. Он искал удовольствие. Он искал как быть счастливым в этой жизни через удовольствие. И он пробовал еду, и многие вещи, о которых я не хочу говорить. И в конце концов, интересно, к чему он пришел, об этом пишет Мишель Монтейн. Он пришел к аскетизму. Он пришел, что самое большое удовольствие в том, что человек живет и потребляет по минимуму те вещи, которые ему нужны. Но это не противоречит богатству. В наше время для того, чтобы нормально жить, платить за обучение детей, для того, чтобы дома было все в порядке, для того, чтобы жена была довольна, нужно зарабатывать, что делать? нужно сейчас машина для многих это уже не роскошь, это просто средство. То есть, если все, все зависит от человека, но если человек видит, что ему нужно для того, чтобы для того, чтобы лучше соблюдать заповеди, ему нужны деньги, значит, ему нужно поработать над своим убеждениями, так, чтобы эти деньги к нему стали приходить. То есть, проблема, что когда человек хочет и понимает, что для того, чтобы ему соблюдать по-настоящему заповеди, чтобы приближаться к Творцу, ему нужны деньги, у них нет, как сделать так, чтобы они появились? Мы все делаем для Всевышнего, не просто так, само по себе, богатство, оно может быть, конечно, зло. Деньги сами по себе, как и любая, любая вещь в этом мире, их можно использовать и на добро, и на зло. Нам нужны деньги, то, о чем я сейчас говорю, естественно, нам нужно знать, для чего мы их получаем. Рассказывают про Баальшем Това, что как-то раз к нему пришли два человека, один человек сказал, Баальшем Тов, пожалуйста, помолись, чтобы у меня было богатство, и Баальшем Тов помолился, да, я желаю тебе, чтобы у тебя было богатство. Второй человек подошел к нему и сказал, Баальшем Тов, помолись, чтобы у меня было богатство, и Баальшем Тов сказал, нет, извини, я не могу помолиться, чтобы у тебя было богатство. Спросил ученик Баальшем Това, который рядом с ним находился в это время. Дорогой Большемтов, скажи, почему? Почему сейчас в первом случае ты помолился за него, а во втором случае ты не помолился? Они попросили одно и то же. Объяснил Большемтов. Первый человек, он знал, для чего ему нужно богатство. Ему нужно было богатство для приближения к Творцу, а второй просто хотел богатства. И поэтому, естественно, я говорю о том, что мы должны и хотим приближаться к Творцу, и для этого нам нужны деньги. Если кому-то не нужно, не надо слушать. Если кому-то нужны деньги для других, вещей тоже не надо слушать. Мы хотим деньги, мы хотим финансы для того, чтобы приближаться, лучше служить Всевышнему и приближаться к Всевышнему. Саид Макаев пишет, они все так, они выбрали для себя определенный перечень продуктов, который им хватает за рамки этого перечня, они не выходят, соблазны, извне их не отвлекут, те информации, которые они говорят. Да, согласен с вами, правильно. Человек, у которого есть уже изобилие, он понимает, что невозможно брать всего. Сейчас, например, информационное изобилие, да, мы можем бесплатно получить огромное количество ценной информации. И человек уже понимает, с этого канала я отключаюсь, это спам, я захожу только сюда, туда и туда, если мне что-то найти, я проверяю ресурсы, на которых это написано. Да, то есть человек себя ограничивает, и точно так же в любой области. Мы должны себя правильно ограничивать для того, чтобы добиться хороших результатов. Даже если взять, как пример, который мне пришел в голову, человек, например, хочет бежать 5 километров, пробежать быстро, профессиональный спортсмен, например, у него скоро соревнования. Понятно, что для того, чтобы пробежать эти 5 километров максимально хорошо, он должен ограничить себя в питании, он должен ограничить себя в движении, имея в виду, что больше двигаться, да, или там не ходить в определенные места, он должен ограничить себя в общении и так далее. Деньги – инструмент. Правильно Ильиша пишет. Деньги, как и любая вещь, любой наш ресурс – это инструмент. Дорогие друзья, подумайте об этом. Сегодня, к сожалению, у нас было немного времени, но это очень важные вещи, которые сегодня я говорил. В следующий раз мы продолжим, будет третья часть, в которой я буду говорить еще более важные вещи с Божьей помощью, о том, как приобретать убеждения, как изменять убеждения. Спасибо всем, кто был со мной. Всем вам сладкого приближения к Творцу через радость, счастье, здоровье, богатство, чтобы каждый из вас исполнял волю Всевышнего так, как Всевышний хочет, с радостью, в долголетии, в здоровье и будьте счастливы!